200 тысяч рублей это минимум, который нужно готовить, если вы хотите отдохнуть за границей в зимние праздники. Так говорят специалисты отрасли. Самые бюджетные варианты за год подорожали на 15%. И то, если покупать сейчас. Какие направления выбирать с минимальным ценником, обсудим с вице-президентом по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артуром Мурадяном. Артур, здравствуйте. Добрый день. Да, слушайте, ну, во-первых, какие направления популярны, как, может быть, меняется тенденция, куда мы все ездили? Ну, все по-разному, слушайте, и Арабские Эмираты, и Мальдивы, это кто себе может позволить. Что-то, Таиланд, что-то, по-моему, да. Мы хотим спросить, в этом сезоне самыми бюджетными будут какие направления, что мы с Женей сможем плюс-минус себе позволить? Ну, на самом деле, выбор направления у нас остается по-прежнему практически тем же, но из бюджетных, я бы выделил, сейчас остается такое направление, как Шериланка, куда как раз запускаются сейчас зимние полетные программы. Да, ценник тоже там будет в районе 200, но при этом само пребывание на курорте обходится довольно бюджетно, в среднем там тратят туристы 5-10 долларов в сутки, в отличие, например, от Эмиратов, где при том же ценнике в сутки на еду, если вы не на таком всеми любимом all-inclusive или на полном пансионе, вы будете уже тратить в районе 50-100 долларов в сутки. Из интересных, наверное, следует выделить Египет, потому что это направление сейчас наращивает объемы на российском рынке, здесь мы видим, что полетных программ в этом сезоне будет больше, чем в прошлом, а конкуренция всегда толкает цену вниз, и уже Египет будет начинаться где-то от 180 тысяч рублей, но при этом новогодние праздники вносят свои коррективы за счет того, что, как правило, включают в стоимость обязательно новогодний ужин, от которого иногда туристы рады бы отказаться, но не могут, но при этом само пребывание, опять же, на курорте, как правило, там все отели практически на all-inclusive, не будет затратно бить, скажем так, по бюджету туриста, который он себе распланировал на отдых. Из, наверное, дальнемагистральных лидеров по-прежнему останется Таиланд, куда наши граждане активно ездят, полетных программ сейчас много, а из новых направлений можно выделить, наверное, Китай, остров Хайнань, в частности, куда не требуется китайская виза, билеты стоят туда пока довольно демократично, в районе 40 тысяч, это если в ближайшее время попытаться влететь, ну, а новогодние праздники, они поднимутся где-то до уровня 60-70 тысяч, ну, а сам отдых там тоже обойдется примерно в 220-250 тысяч рублей. Турция завершает сезон... А, пожалуйста, я прошу прощения, чтобы мы просто сразу поняли, это о каком количестве дней идет, если мы говорим про вот эти... Если мы говорим про дальнемагистральные, такие как Шри-Ланка, Таиланд, Китай, то это минимум 10 дней, иначе вы просто 2 дня потеряете на переезд, а вот Эмираты, Египет и та же Турция, там вполне себе комфортно и на недельные туры получить такую же цену, но как раз продление до 10 дней там будет непропорционально увеличивать стоимость, Поэтому, скажем так, плюс-минус, в зависимости от количества дней, цена будет начинаться где-то от 200, но при этом не стоит обольщаться на тех же Эмиратах пляжный отдых, особенно любимым туристами Дубаи, на новогодние праздники дешевле 600 тысяч вы не найдете. Да ладно. Слушайте, а для Турции не холодно на Новый год, вообще зимний вот этот период? Мне кажется, не очень комфортно. Ну, на самом деле, погода даже сейчас остается стабильной, в том же Стамбуле плюс 20, сегодня коллеги сообщили, в Анталии вообще температура в районе 28 градусов держится, и на Новый год туда ездят в ту же Анталию наши туристы не с целью покупаться в море, хотя оно дает такую возможность, это все-таки не настолько холодно, как в Сочи, но при этом им нравится, что бассейны с подогревом, любимый all-inclusive, теплая погода, поэтому Турция, по сути, давно уже стала круглогодичным направлением, ну и то, что динамика плюс 6% к 9 месяцам прошлого года, показывает, что тренд, скорее всего, сохранится и в зимний и осенний период. Артур, ну, сейчас 1 ноября у нас на календаре, уже поздновато брать на новогодние праздники туры, или как раз самое время, что скажете, выгоднее, когда это сделать? Всегда выгоднее брать как можно раньше, и здесь несколько причин. Первая причина – это возможность вернуться именно в самые последние дни новогодних праздников, ведь эти места не безграничны, а поэтому тот, кто их раньше купит, точно вернется. А второй фактор, конечно, возможность выбрать именно тот тип размещения, который выбрал себе турист, а не брать альтернативы, которые будут, как правило, или хуже по качеству, или дороже по мере приближения к новогодним. Поэтому, если на праздники вы задумывались над тем, чтобы поехать отдыхать на Новый год, самое время посетить свои агентства. Артур, короткий вопрос совсем. Сразу после новогодних каникул, насколько выгоднее получается, если ты едешь не как все, а прямо через недельку сразу? На самом деле, этот тренд наши сограждане уже давно распробовали, особенно москвичи, потому что, да, на новогодние праздники ехать действительно дороговато, но вот если после 15 января, например, поехать, то экономия будет до 40% доходить. Слушайте, супер. Вот и лайфхак. Я не знала об этом. Спасибо вам большое, Артур, за все подсказки и за всю подробную информацию. Артур Мрадян, вице-президент по международному туризму, был с нами на прямой связи со студией. Обсудили, куда поедем на новогодние, где и как будем отдыхать и праздновать. И никуда не поедем.